Здравствуйте! В эфире Курзовское телевидение, программа «Взгляд из Венсполса» – события, люди, мнения. В студии Анна Гейгер. В течение следующей недели, с 4 по 8 ноября, столовых общеобразовательных учреждений Венсполса пройдут дни открытых дверей. Все желающие смогут ознакомиться с меню, которое предлагают в школах, попробовать блюда и при необходимости обсудить волнующие вопросы с руководством школы. Стоимость обеда составит 3 евро 9 евроцентов в соответствии с пресс-курантом, утвержденным венсполским самоуправлением. В Венсполской 6-й средней школе день открытых дверей состоится уже в понедельник, 4 ноября. С 5 по 7 ноября родителей ждет Венсполская центральная начальная школа. 6 ноября день открытых дверей состоится в Венсполской 1-й основной школе и в Венсполской государственной 1-й гимназии. 7 ноября – Венсполская 2-я основная и 2-я средняя школы, Парвинская основная и Венсполская 3-я основная школы. А 8 ноября день открытых дверей состоится в Венсполской 4-й средней школе. Для посещения дней открытых дверей в выбранной школе необходимо предварительно подать заявку. Более подробная информация будет отправлена родителям в Е-классе. В Венсполсе после шестилетнего перерыва снова прошла конференция под названием «Венсполские параллели». 500 лет назад была издана первая книга на латышском языке. Именно этой теме и была посвящена двухдневная конференция. Свободных мест в зале не было. Два дня в Венсполской высшей школе проходила конференция «Венсполские параллели 8. Книга. Свидетели эпохи и культуры». На открытии конференции ректор Венсполского вуза сказал так. Этого дня мы ждали 500 лет. Выступали эксперты, связанные со сферами писательской деятельности и перевода. Исследователи и преподаватели высшей школы. Эта конференция немыслимо без ведущего исследователя высшей школы Астры Скрабаны. Мероприятие стало более научным. В этот раз двигались в направлении накопления научных статей. Лучшие статьи с первой по четвертую конференцию увековечены в книге. В первый день об интересных фактах, связанных с латышской литературой, рассказывали представители Латвийской национальной библиотеки, издательства «Нептун», журнала «Домуземы», литературовед Адра Конста и преподаватели Венсполской высшей школы. Для того, чтобы работать в издательском деле, нужно собраться с духом. Нужна предприимчивость, умение рисковать. Иногда приходится брать что-то совсем свежее, еще не опробованное, и дать переводчикам на перевод. Важен человек, который находится в центре. Если у человека довольно обширная сеть знакомых, большой круг, он видит талантливых людей вокруг себя, тогда все сходится и получаются красивые издания. Венсполские параллели появились в 2006 году, когда при сотрудничестве с Венсполской библиотекой высшая школа и Международный дом писателей и переводчиков организовали международную конференцию, посвященную творчеству поэтов Фритис Диэсма и Юрис Кронбергс. Шестилетний перерыв в первую очередь был вызван эпидемией ковида, во-вторых, финансовым безрассудством, скажем честно. Но и наконец настал тот момент, когда надо было закатать рукава и приняться за восьмую конференцию. Я считаю, что эти параллели были сильны присутствием студентам. Конференция «Венсполские параллели» дает уникальную возможность услышать выдающиеся доклады, оценить культурно-исторические события. Это прекрасная возможность для студентов отделения переводов получить новые знания. Я узнала много нового. Больше всего мне было интересно изучать то, как издатели, такие личности, как Хелма Рудзетис, Гопер, как они подходили к издательскому делу. Было интересно участвовать в конференции и заниматься сбором информации. Было очень-очень интересно. Во второй день была литературная мастерская. Студенты создавали виртуальную книгу, посвященную «Венсполским параллелям». Мы обобщили те материалы, которые можно найти в разных местах, например, в каталогах библиотек, в печатных изданиях, в ютубных записях, которые можно найти на бумажных листах. Мы обобщили те материалы, которые можно найти в разных местах, например, в каталогах библиотек, в печатных изданиях, в ютубных записях, в бумажном формате. Мы все это оцифровали и перевели в формат Word, чтобы позже можно было с этим работать. И набрали очень длинные столбцы с картинками, статьями, программами конференций. Может, кто-то скопировал и меню на ужин конференции. Довольно сложно. Первая конференция была в 2006 году, и я не думала, что сохранилось так много материалов. И это удивительно, ведь мы даже нашли меню и узнали, что в тот день подавали на обед. Я подумала, как вообще пришла идея что-то подобное сохранить. В виртуальной книге обобщены рефераты прошлых конференций, свидетельства и видеоматериалы. Работая над книгой, студенты убедились, насколько велика роль современных технологий в литературе и переводе. Мы можем понять, чего нам где-то не хватает. И мы теперь можем прекрасно понять, в чём нам не могут помочь технологии, а в чём, наоборот, могут. Какие бесплатно доступные ресурсы слишком слабые. Может показаться, что перевод – это ерунда. Взял словарь и переводи с одного языка на другой. Но в наши дни перевод – это та работа, которая очень сильно связана с технологиями. Поэтому необходимы основательные финансовые вложения, чтобы всё хорошо шло. Сейчас мне, к сожалению, необходимо переписать вручную программу третьей конференции «Венсполские параллели». Мне не повезло, не удалось сосканированные файлы скопировать. Поэтому я сейчас от руки всю информацию переписываю. Как теоретическая часть, так и практическая, во время которой студенты учились копировать, конвертировать различные программы, корректировать и обобщать тексты – это реальный вклад в историю культуры Латвии и «Венсполса». Когда световой день становится всё короче и погода за окном не располагает, к долгим прогулкам самое время провести время дома за чтением книг. Для многих читателей важно иметь возможность обсудить прочитанное. И для этого в «Венсполской библиотеке» работает клуб любителей литературы. Встречи клуба проходят раз в месяц. Подробности в сюжете. Раз в месяц в помещениях главной библиотеки собираются те, для кого чтение книг остаётся любимым занятием, и кто хочет поделиться своими впечатлениями от прочитанного и услышать мнения других. Люди хотят встречаться. Можно о книгах читать статьи, слушать передачи, например, по радио хорошие есть. Но нам хочется встречаться, попить вместе чая, поговорить. Я думаю, что этот формат очень хороший. Считаю, что Вите стоит продолжать организовывать такие встречи. Благодаря этому появляется желание читать, и можно получать интересную информацию о конкретных авторах, о книгах, которые они написали. Стоит признать, что такая идея появилась уже давно. Я нашла эту запись в старых тетрадках, где составляла планы, и решила, надо попробовать, но ведь ничего плохого же не может произойти. Вечера обсуждения книг носят название «Образец». Соответственно, этому названию автор идеи клуба Вита предлагает быть самим образцовыми и служить примером для других, читая и обсуждая книги. Мне было интересно. Вита подготовила хороший материал про книгу Лауры Виноградовой «Вороны». Я сама эту книгу еще не читала, но после всего услышанного сегодня я обязательно ее прочту. У меня были разные периоды. Был период, когда много читала, когда было время на чтение, а потом не было. Сейчас постепенно вновь начинаю читать. Мне нравятся книги из программы родительской жюри, потому что они все на тему детей, о проблемах воспитания детей, о том, какие могут быть проблемы у детей и как помочь их решить. На эти встречи можно приходить, даже если вы не читали книгу. Возможно, после дискуссии у вас возникнет желание ее прочитать. На первой встрече обсуждали произведение Лауры Виноградовой «Варнес» — «Вороны». Это книга из родительского жюри. Это ценная коллекция об отношениях между детьми и родителями. Каждый был ребенком, и у каждого были родители. Поэтому это актуально для всех. Что такое родительское жюри? Это программа Латвийской национальной библиотеки. Есть детское жюри и родительское. Создается специальное жюри, которое отбирает те книги, которые они советуют для прочтения и оценки другим. Я даже думаю посоветовать эту книгу своей дочке-подростку. Она легко читается, и в ней затронуто довольно много тем. Было интересно. Ну, какая тема, например, будет интересна 15-летним? Но здесь говорится о принятии, о том, как чувствует себя человек, которого не принимают, как он с этим борется, как он работает с собой. Следующая встреча пройдет 25 ноября в 18.00 и проходит встреча именно по понедельникам. Это осознанный выбор. Понедельники более пустые дни, а во второй половине недели уже другие мероприятия происходят, люди заняты другими делами. Я поняла, что людям не просто найти свободное время, особенно если дома маленькие дети, а еще есть и рабочие обязанности. В этом году Латвийское издательское дело отмечает 500-летие. Этому событию была посвящена двухдневная конференция, на которой говорили о книгах, об издательствах, о традициях перевода. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. До новых встреч. Стоимость билета 10 евро.